Всем привет, меня зовут Ксения Шумельчик, я работаю в софтсеров, ну и кроме этого еще менеджер из таких комьюнити, как Google Developers Groups и Women's Makers Ukraine. И я думаю, что большинство из тех, кто слушает эту презентацию, являются андроид-разработчиками. Ну и в целом вы знаете, что средства стандартного SDK хорошо, но в последнее время появилось и появляется очень много библиотек, фреймворков, подходов, которые облегчают жизнь андроид-разработчика. И некоторые из этих штучек, скажем так, таких клевых примочек, штучек, сделаны крупными компаниями типа Google, другие же сделаны комьюнити, опенсорсные и разработаны компаниями, как J-Quarton, которые очень много хорошего сделали для андроид-комьюнити. И сегодня мы поговорим о такой клевой библиотечке, как Dagger 2, ну и вообще о Dependency Injection, что это такое, зачем оно надо. И в целом Dependency Injection, если кратко, оно позволяет эффективно управлять зависимости в вашем приложении. И сегодня мы рассмотрим саму библиотеку, как ней пользоваться, рассмотрим еще примеры архитектуры, которые можно на ней построить. И само понимание Dependency Injection. В целом, кто работал в Enterprise, наверняка вы слышали о Dependency Injection. Для тех, кто не слышал, начну с таких базовых принципов. Есть паттерн Inversion of Control. И суть этого паттерна в том, что независимости управляют приложения, у нас есть какой-то механизм, если грубо так абстрагироваться, контейнер, с которого мы берем наши зависимости. То есть в Android-приложениях, думаю, многие сталкивались, когда у нас должны быть какие-то классы объекта, которые должны быть доступны в нескольких активитях. И чтобы это сделать, мы можем делать это по-разному. Либо передавать их между активитами, либо объявить это в Application-классе глобально и каждый раз дергать АПП, там, get наш instance, что не очень удобно. И если предположить, что у нас есть какой-то механизм, который предоставляет возможность в нужный момент получить Dependency, ну, вернее, ссылку на наш объект, который живет в памяти, который не пересоздается, а там живет, это, скажем так, облегчило бы нам жизнь. И в целом Dependency Injection – это специфическая форма паттерна Inversion of Control, когда этот паттерн касается наших зависимостей. И цель этого паттерна, то есть предоставлять зависимости каким-то внешним программным компонентам. И, я думаю, что многие знакомы с Single Responsibility Principle, который, в принципе, говорит о том, что наши части приложения должны отвечать только за свою собственную логику. И, допустим, если мы работаем с одной частью логина, мы не должны в этой части создавать network-модуль и не должны это инициализировать именно в той части. Поэтому, то есть для таких больших кусков, которые у нас используются в программе, мы обычно используем для инициализации АПП-класс или сервис, что-то, что будет жить долго. Вот. И теперь мы рассмотрим другой подход, который будет, скажем так, управлять этими зависимостями за нас. И такие два базовых принципа, на которых основывается Inversion of Control. Первый – это то, что наши модули, они не зависят друг от друга, и даже более высокоуровневые модули, они напрямую не зависят от низкоуровневых модулей. Все модули должны зависеть от абстракций тех же интерфейсов. То есть если мы делаем все на интерфейсах, это нам обеспечивает определенную гибкость. Второй принцип – то, что наши абстракции, они не зависят от деталей. То есть мы должны максимально, скажем так, сделать все настолько абстрактно, чтобы любую часть можно было подменить, любую реализацию можно было заменить другой. Какие вообще преимущества от такого подхода и от этого парна? То есть большинство приложений, которые, допустим, там как-то не продумываются, не продумывается архитектура изначально, не дизайнится изначально, сталкиваются с определенным рядом проблем. И среди этих проблем, первое, что связанность, наши компоненты очень связанные. И мы не можем, допустим, если мы в каждой активите дергаем и получаем данные сервера, то если у нас, допустим, будет не REST API, а что-то другое, чтобы нам это поменять, нам придется это вычищать по всему приложению. Если же это будет в отдельном модуле, то, скажем так, и предоставлять общий интерфейс, то, естественно, мы можем поменять только реализацию, а сами вызовы методов интерфейса нам не надо будет менять. То есть это за нас уже, скажем так, мы будем вызывать методы интерфейсов, а реализацию новых интерфейсов или интерфейса какого-то общего будет делать новый модуль. Далее, к чему это может привести? То есть если у нас компоненты связаны, может привести к такому выражению, как поменяли в одном месте и выстрелили себе в ногу. То есть если мы что-то меняем в одном компоненте, у нас могут быть какие-то непредсказуемые баги в другой части приложения, и, собственно, их сложнее будет идентифицировать, сложнее пофиксить, потому что у нас все связано, и нет четкого и легкого флоа приложения или флоа каких-то компонент. Плюс наши компоненты зависят от жизненного цикла Android-компонент, что тоже, в свою очередь, может ввести к каким-то непредвиденным ошибкам. То есть, например, жизненный цикл Activity-фрагментов на Samsung работает по-другому. Это, в принципе, известный факт, и бывают разные ошибки, которые связаны именно с этим. То есть мы когда тестируем, предполагаем одно, потом на Samsung кто-то установил приложение, там все упало, потому что фрагмент раньше времени разрушился, разрушился или что-то еще, что на чистом Android, на других прошивках не воспроизводится. Следующий пункт, который выплывает из первых двух, это то, что наши части не гибкие. Я уже говорила, что если мы делаем все на абстракциях, то подменить нам реализацию проще. Плюс такая штука, что я думаю, когда вы пишете новое Android-приложение, и это то же самое клиент-серверное приложение, которое использует RESTful сервер, то наверняка часть классов, которые мы используем в одном приложении, мы их переносим в новое приложение, чтобы их, скажем так, не переписывать с нуля. Базовые классы Activity-фрагментов мы тоже обычно переносим. И вы знаете, что если у нас компоненты завязаны друг на друга, то наверняка нам приходится часть этого кода все равно вычищать, и так просто мы перенести не можем. Поэтому это, скажем так, ведет к такой не совсем гибкости, которую мы ожидаем, что у нас, допустим, есть Network-модуль, мы его просто взяли, перенесли в новое приложение, и мы от него не зависим. Есть какие-то утилсы, если они в отдельном модуле, их тоже проще перенести. То же самое работа с базой данных. То есть если она в отдельном модуле лежит, то мы ее проще можем перенести в новый проект. Почему именно Dependency Injection поможет нам с этим справиться? Потому что у нас есть, ну, Dependency Injection библиотека, тот же Dagger 2, позволяет, кроме того, что управлять и хранить там наши зависимости, она также позволяет нам определять скоуп, в которых эти зависимости будут жить. То есть, понятное дело, ну, что самое очевидное и часто используемое, у нас есть объекты, которые живут во время всего приложения, во время жизни всего приложения, и, ну, скажем так, такие синглтоны. Вот. Допустим, ну, то, что мы обычно инициализируем в АП-классе. Кроме этого, у нас могут быть локальные синглтоны, будем их так называть. То есть, допустим, у нас есть сессия юзера. Когда мы залогинились, у нас есть определенный функционал приложения, который должен быть доступен до тех пор, пока мы не вылогинемся. И, ну, это можно определить, допустим, юзер-скоупом. И, в целом, такие кастомные скоупы, они нам позволят, ну, скажем так, вычищать зависимости, которые не нужны уже в приложении, и позволят нам инициализировать и ними эффективнее управлять только, когда нам надо. Ну, кастомные скоупы – это более такая complicated часть. То есть, мы сначала рассмотрим более базовые части, а потом к ней вернемся. Вот. Какие еще плюсы dependency injection? То есть, наши зависимости, они конфигурируются отдельно. И injection – это, скажем так, получение зависимости. И мы это делаем только в тот момент, когда нам надо. Опять же, мы работаем с абстракциями, то есть, если у нас что-то поменялось, мы можем легко это подменить на другую реализацию. И, ну, в целом, это делается намного легче, чем если мы не будем использовать dependency injection. И, ну, обеспечивается тем, что у нас каждый наш модуль, он изолированный. И он абсолютно не зависит от других. Вот. Плюс такая штука, что мы можем очень легко создать моковый модуль. Это пригодится для теста. То есть, если есть цель покрыть юнит-интегрейшн тестами наш проект, то с помощью, там, тех же библиотек, таких как Makita, мы можем эти модули и наши все объекты нужные замокнуть. И просто, когда нам надо, мы будем получать моковые объекты с наших компонент. То есть, компоненты, ну, это можно представить как контейнеры, в которых лежат наши зависимости. Вот. В Java есть стандарт, называется GSR-330. Этот стандарт как раз определяет dependency injection использование. И в том числе включает стандартное множество аннотаций. И стандарту опишку для работы с ними. То есть, для чего это надо? Для того, чтобы, если мы вдруг захотим поменять саму библиотеку или фреймворк, то в целом у нас аннотации станутся теми же самыми. Ну, во-первых, это понятнее будет для членов команды, кто там не пользовался новой библиотекой. Во-вторых, нам меньше придется менять по коду приложения. Вот. Что вообще такое Dagger? То есть, Dagger, мы рассматриваем Dagger 2. Dagger 2, он основывается на Dagger 1. Первый Dagger был создан компанией Square, в том числе, где работает Джейк Уортон. И он был... Ой, извиняюсь. Он был одним из создателей библиотеки Dagger 1. Dagger 2 подхватил и пересоздал Google. То есть, у них есть особенности, то есть, есть что-то общее, но есть много различий, которые мы сейчас рассмотрим. И, ну, Dagger 2 очень похож на Dagger 1, но у него есть ряд бенефитов. Dagger, в принципе, подходит не только для Андроида, а и для Джавы. То есть, в принципе, с помощью него можно использовать, можно менеджить депенденси внутри обычных Джава-проектов. Ну, и в целом, это, можно сказать, альтернативный путь для нашего управления зависимостью. Какие преимущества у Dagger 2? То есть, первое, самое главное такое преимущество Dagger 2, то, что сейчас Dagger 2 основывается на генерации кода. Когда мы объявляем наши модули, компоненты, то на этапе компиляции Dagger 2 генерирует код, который лежит в папке build. И этот код, он, как они называют, handwritten. То есть, ничем не отличается от того кода, который мы напишем руками для тех же самых целей. Что нам это дает? То есть, и вообще, как это работает? То есть, граф зависимости, он строится на этапе компиляции. В отличие от того, как он строился в Dagger 1. В Dagger 1 он работал на Reflection. И, ну, то есть, то, что он основывался на Reflection, во-первых, вело к плохому перфомансу. И, ну, наши приложения работали чуть-чуть, но медленнее. И Dagger 2 заменило это на то, что наши аннотации процессятся на этапе компиляции. На этапе компиляции генерится код. И в целом, то есть, этап компиляции может быть дольше, но программа будет сама работать быстрее. Следующий пункт, который тоже вытекает из кода генерации. То есть, раньше то, что генерил Dagger, и те стек трейсы с ошибками было, в принципе, в большинстве случаев трудно понять. Потому что, ну, скажем так, не было ни названия методов, ни строчек, где там что-то падает. Все было, ну, все было не очень ясно. Сейчас же, вследствие того, что у нас код выглядит почти так же, как hand-written код, написанный нами, то можно отследить стек трейс такой же, как мы получаем, как обычно. То есть, вызовы методов, там, строчки кода, на которых что-то упало, и, ну, что упрощает. Следующий пункт, performance. То есть, ну, как я уже сказала, вследствие того, что у нас игра в зависимости процессится на этапе компиляции, то вот Google померил и сказал, что performance стал на 15% лучше. Следующий пункт, опускация кода. То есть, из-за того, что у нас код hand-written, то процесс опускации у нас, ну, в целом, ничем не отличается от обычного. В дагере 1 были определенные проблемы, связанные с тем, что если мы опусцируем классы, то в рантайме, допустим, получить эти классы нельзя так просто. Вот, поэтому эти проблемы тоже решили в дагере 2. Какие еще есть инструменты в библиотеке, которые существуют для андроида Java по dependency injection? Ну, первое — это Spring. В Spring, в чем преимущество отличия с другими либами? То есть, минус — это в том, что мы должны декларировать все в XML, то есть, декларировать dependency, какие классы, что проводят. Делается это в виде XML-файлов. Плюс в том, что он работает не совсем в рантайме, то есть, граф зависимости строится в процессе запуска, то есть, в старт тайме приложения. Следующей библиотекой, которая появилась и которая поддерживала стандарт JSR 330, был Juice. Эта библиотека написана Google, скажем так, первый прототип дагера. Ну, плюсы в том, что сет аннотации и стандарт поддерживается, но минусы в том, что работает в рантайме. Следующим, скажем так, модификацией стал дагер первый. Ну, он был по перформансу, по каким-то плюшкам лучше джуса, но в целом отличий было не сильно. Таких значимых много, то есть, там синтаксический сахар, что-то по перформансу, удобство использования. И, ну, в целом не все решались все равно использовать это в своих приложениях. Ну, опять же, Google потом решил вернуть себе дагер и выпустили вторую версию, которая в целом очень неплохо себя показала для использования. И они пофиксили ряд значительных проблем, модифицировав библиотеку, что в целом делает ее очень удобной для использования. Последняя библиотека Tiger, то есть, это, скажем так, non-official Google product, так понимаю, что сделанный сотрудниками в 20% времени, которые они могут заниматься своими проектами. То есть, 20% рабочего времени, ну, наверное, слышали, сотрудники Google могут работать над своими проектами. Вот. На GitHub, ну, эта библиотека тоже open-source, на GitHub написано, что это самая быстрая библиотека по dependency injection. Ну, опять же, я не пробовала, не сравнивала. Она основывается на тех же принципах, что и Daggered One, очень похоже, но наверняка как-то по-другому процессит аннотации. Поэтому, ну, если кому-то интересно, можете посмотреть ее тоже. Вот. Сегодня перейдем к более интересной части, то есть, теоретической, обзорная закончилась. Перейдем непосредственно к аннотациям, которые существуют. И для начала, перед тем, как рассматривать пример архитектуры, разберемся, какие вообще есть аннотации, как их можно объявлять и использовать. Первая аннотация – это модуль. То есть, я вначале говорила модуль-модуль, но, наверное, не совсем было понятно для тех, кто не сталкивался с даггером. Модули – это наши классы, которые предоставляют зависимости. И мы должны, ну, то есть, для того, чтобы предоставить зависимости и создать модуль, мы объявляем наш класс, его надо сделать публичным, и аннотируем с помощью аннотации модулю. Методы этого класса должны предоставлять dependency, и для того, чтобы наш метод предоставлял dependency, и даггер смог, скажем так, это распознать, мы должны наш метод аннотировать, пометить аннотации provides. Кроме этого, мы тут можем еще пометить аннотацию, которая говорит о скупе видимости этого объекта, объекта этого типа. И если, допустим, мы пометим аннотации синглтон, то даггер будет знать, что локейшн менеджер должен жить во время всего жизненного цикла приложения. Даггер, собственно, вот эти вот аннотации, вот эти вот зависимости, ну, объекты уже, которые с реализацией, он их получает по типу. То есть, если мы проводим какой-то тип, допустим, локейшн менеджер, то когда мы будем его получать, мы будем получать там не по имени объекту, не по чему другому, там не по методу, который предоставляет, мы будем получать по типу. То есть, процесс получения dependency, это инжекшн. Собственно, когда мы объявили этот модуль, мы должны следовать, на следующем этапе создать компонент. То есть, модуль, он сам по себе зависимости проводит, но он проводит их, проводить их должен в что-то. Это что-то, которое хранит зависимости, ну, я уже делала контейнер, он называется компонентом. И компоненты, это, скажем так, мост между тем классом, который предоставляет зависимости, и тем классом, который их будет получать, то есть, инжектить. Как мы объявляем компонент, то есть, естественно, и очевидно, с аннотацией компонент, плюс в скобочках мы указываем классы модулей, с которых этот компонент должен брать зависимости. Ну, вы видите, что мы можем объявить один модуль, можем объявить несколько. Возможно, еще ситуация, когда наш локейшн модуль зависит там от контекста, который хранится в АПП модуле, то есть, это допускается. Модули в одном компоненте могут брать друг друга, и даггер это будет разруливать сам, то есть, ничего дополнительно делать не надо. Опять же, в компоненте мы можем тоже пометить аннотации, которая обозначает например, синглотон, как в данном примере. и в нашем компоненте это интерфейс. Если класс, который проводит реализацию, то интерфейс. И внутри этого интерфейса мы также должны указать классы, которые будут получать зависимость от компонента. То есть, если нам надо получить application context с АПП модуля в нашей там activity, то мы это прописываем с помощью inject и нашего класса. Следующая тоже одна из самых главных это inject. И в целом inject можно объявлять несколькими способами использовать получать нашу зависимость в разных местах приложения и весьма по-разному. И аннотацией inject по сути просим предоставить нам зависимость. Такими словами аннотация inject она говорит Дагеру, что класс или поле с такой аннотацией будет принимать участие в dependency injection. и Dagger сконструирует и отдаст зависимости для аннотированных наших классов и либо классов либо полей он передаст зависимости. И первый тип использования аннотации inject это с помощью конструктора. То есть у нас есть модули есть компоненты. с помощью модулей какие-то наши классы тот же location manager положили в компонент. Когда мы захотим их разобнуть мы можем допустим это сделать с помощью конструктора и для этого просто аннотируем его аннотацией inject. Параметры которые у нас в конструкторе допустим там location store при инициализации он придет с дагера. То есть inject просто все типы наших параметров которые есть в конструкторе он просто попытается разобнуть с контейнера с нашего компонента. То есть когда мы аннотируем аннотации inject у нас store уже придет здесь инициализированный то есть тут не будет пустого объекта. И больше нам делать ничего не надо мы можем с нашей переменной store дальше оперировать взаимодействовать делать что угодно. Следующий вид injection это injection с помощью наших полей класса. Допустим location manager мы захотим получить какую-то переменную которая хранится у нас в классе. Но в отличие от конструктора мы получаем ее сразу тут же мы можем получить допустим это не сразу а в том методе где она действительно надо. Что мы можем сделать? Если мы аннотируем какое-то поле класса с помощью этой аннотации то для того чтобы она заразовывалась с нашего компонента мы должны вызвать метод inject компонента. и допустим это можно сделать в методе onCreate следующий вид injection это lazy инициализация то есть я думаю что многие знают что такое lazy инициализация суть в том что мы получаем наш instance только тогда когда мы его используем то есть наш aus-service допустим будет инициализироваться при первом обращении для того чтобы нам это все объявить мы точно также используем аннотацию inject но наш aus-service мы прописываем не просто там тип aus-service и название нашего поля мы это делаем через generic тип lazy ну и сам resolve нашей зависимости происходит в принципе аналогично как и в предыдущем кейсе в методе допустим onCreate мы должны вызвать метод inject нашего компонента и здесь мы передаем для того чтобы наш компонент вернее ну да наш компонент знал с какого класса мы ее пытаемся получить то есть если помните мы в компоненте прописывали какие классы должны получать доступ к нашим зависимостям с компонента поэтому мы передаем и distance класса чтобы в принципе компонент знал что мы допустим пытаемся взять зависимость с аплогин activity следующий кейс когда допустим у нас есть aus-service который хранится в нашем компоненте но нам надо сделать два объекта aus-service допустим в нашей activity как мы это делаем то есть если мы это сделаем с таким подходом как в предыдущем кейсе то мы по сути получим две ссылки на один и тот же объект даже если это будут разные переменные для того чтобы получить два разных объекта мы должны определить фабричный метод и это делается с помощью generic типа provider и туда передается наш тип класса тот же aus-service то есть мы делаем inject provider и aus-service указываем наш тип и при получении в целом мы вызываем наш provider наш aus-service provider наше название переменной и метод get то есть такая конструкция обеспечит то что у нас будет два разных instance объекта то есть pattern фабрика еще один кейс когда нам надо получить не только получить два инстанса одного и того же типа а эти два инстанса одного и того же типа должны храниться в нашем компоненте допустим пример мы должны хранить закешированный и обычный окаж ттп клиент для того чтобы это сделать в целом очень похоже на то как мы обычно проводим зависимости но у нас есть еще квалифайер то есть мы по сути помечаем еще одним дополнительным флагом наши нашей инстансы допустим это делается с помощью аннотации named тут мы пометили что у нас есть закешированный окаж ттп клиент и не закешированный то есть если допустим мы этого не делали у нас даггер подразумевает что даггер работает с типами то есть с типами классов ну и по сути это должны быть представляет собой интерфейс если допустим мы не будем использовать аннотацию named то по сути мы не сможем никак эти окаж ттп клиенты различить то есть у них тип абстрактный будет один и тот же вот поэтому такой механизм предоставляет нам квалифайер ну соответственно когда мы будем инжетить мы точно так же должны использовать аннотацию named которая позволит нам получить именно тот инстанс который нам нужен этого типа то есть если нам нужен кэшт мы аннотируем с named кэшт если non кэшт соответственно с non кэшт как теперь все это в коде собрать в кучу как это все вызывать в апп классе мы объявляем наш компонент и в oncreate методе мы должны его инициализировать то есть еще такой момент чтобы получить даггер компонент первый раз мы должны по сути это написать слепую потому что нам студия не будет это подсвечивать потому что generated кода нет и соответственно у нас этих классов еще не существует поэтому для того чтобы его инициализировать нам надо вызвать имя компонента create еще такая особенность то есть мы объявляли апп компонент вы видите что сейчас в коде у нас вызывается dagger апп компонент точка create для того чтобы это устройство библиотеки даггер и скажем так некоторые моменты использования то есть dagger в процессе компиляции вот это слово dagger допишет сам к нашему компоненту поэтому мы грубо говоря сами добавляем слово dagger к нашему имени компоненту и вызываем метод create то есть для всех остальных компонентов будет то же самое после того как мы это написали мы можем запустить на билд приложение которое сгенерит наши то есть наш этот handwritten код который будет предоставлять зависимости и положит в папочку build приложение далее у нас есть несколько способов инициализации компонентов то есть если наш модуль использует конструктор без параметров то мы можем использовать первый вариант то есть просто вызвать метод create который создаст компонент если же наши модули используют какие-то параметры которые должны приходить в конструкторе то инициализировать компонент нам надо другим способом как вы сейчас видите допустим p модуль он использует контекст всего приложения поэтому мы должны передать этот контекст в конструктор нашего модуля и соответственно если мы вызываем в апп классе то мы должны конструктор апп модуля передать здесь который как раз и будет предоставлять контекст нашего приложения и соответственно мы создаем у нас есть паттерн билдер который позволяет заполнить все наши поля компонента и в конце после того как мы это сделали проинициализировали все модули мы вызываем метод билд который как раз создаст инициализирует даггер компонент как вообще это все работает рассмотрим на такой схеме то есть главная наша точка входа в приложение это апп класс application у нас есть когда мы запускаем application компонент что делает компонент сначала инициализирует модули а модули дают нам зависимости то есть у нас не модули хранятся в компонентах а наши зависимости которые мы аннотировали с аннотацией provides то есть компонент хранит реализации объекты ну скажем так уже созданные инстансы наших интерфейсов которые представляют конкретную реализацию вот эти вот все модули то есть в случае если у нас несколько модулей то все зависимости которые предоставлены этими модулями идут в компонент плюс возможен кейс когда у нас допустим network utils они зависят от network channel который хранится в другом модуле в этом случае дакер все будет разруливать самостоятельно то есть мы просто указываем модули которые проводят dependency и в процессе компиляции даггер сгенерирует так классы чтобы мы об этом не беспокоились то есть все зависимости ну если их достаточно все зависимости которые предоставлены нашими модулями они будут в компоненте и уже после этого после того как наш компонент проинициализирован мы в наших activity фрагментах сервисов можем запрашивать эти зависимости то есть инжектить с помощью полей с помощью конструкторов с помощью там лази инициализации которые мы вот рассматривали чуть ранее и собственно в таком кейсе мы не завязываемся на жизненный цикл наших андроидных компонент и эти зависимости допустим если они анонтированы синглтон они живут во время всего жизненного цикла приложения что позволяет нам ну то есть думать о функциональной части а там не думать и не решать проблемы с тем что у нас какие-то там ссылки на объекты обнулились или поменялись с другого потока с другой части приложения что вызвало непредвиденные баги вот какие вообще компоненты можно вынести в отдельные модули первое это контекст приложения с этим понятно второе это системные сервисы тот же локейшн менеджер который у нас может использоваться допустим там на карте или для вызова чего ну то есть в других частях приложения то есть для разных активитей на которых мы используем локейшн то есть его можно вынести в отдельный модуль взаимодействие с рес сервисами допустим в ретрофите реализация наших сервисов наших базовых классов которые там проводят хедер интерсептор и прочее это тоже можно вынести в отдельный модуль data access layer ну тут тоже все понятно то есть когда мы завязываемся на какую-то ормку мы можем грубо говоря это вынести в отдельный модуль туда будет переходить зависимость то есть мы будем либо брать локальную базу данных да либо какие-то данные запрашивать сервера и допустим тут будет зависимость от network модуля у нас же ну network модуль будет абстракцией и у нас будут только объявления методов то есть если у нас retrofit или там вообще раз серверная часть поменяется на что-то другое можно это будет легко заменить message passing то есть тоже можно вынести в отдельный модуль ну и singleton классы тот же там google аналитику crash литику другие сторонние сервисы которые используются в своем приложении тоже можно вынести в отдельный модуль далее рассмотрим как вообще с какой архитектурой можно использовать дафер то есть если рассматривать что у нас в андроиде есть ну понятно что разделение по слоям насчет UI на части мы можем использовать MVC который идет стандартно можем MVV там с помощью дата байнинга можем MVP то в целом то есть даггер можно применять к любой архитектуре он предоставит нам разделение на модули из того что такое интересно это сочетание даггера и MVP это делает приложение очень гибким потому что по сути в MVP архитектуре у нас есть модул лейер в который скажем так хранит наши поджа классы хранит любые наши данные и взаимодействуют допустим там либо с локальной базой данных либо мы получаем эти данные сервера и хранятся в дата менеджере то есть наши активити фрагменты они ничего не знают о данных они реализуют только интерфейс view опять же у нас в нашем view есть слабая ссылка на презентер и наша view взаимодействует с презентером а уже презентер может какие-то запрашивать данные у модул то есть у дата менеджера и ну опять же презентер это такой мостик между нашей view и нашими данными как я уже говорила раньше допустим с юшки делать напрямую там вызовы к серверу получить данные это не очень хорошо или во вьюшке разруливать откуда мы берем данные с локальной базы данных или сервера это тоже не очень хороший подход потому что если ну во-первых если у нас наш активити фрагмент разрушится могут быть ошибки второй кейс более прагматичный то есть если у нас что-то меняется нам надо буквально там проходить по всем классам по чипам приложения и все это менять руками вот как это ну как такая архитектура может быть реализована и чем даггер тут поможет рассмотрим сначала наше наше строение view и презентера то есть они взаимодействуют через контракт то есть через определенный интерфейс у нас есть экшены которые мы посылаем с нашей вьюшки презентеру есть соответственно интерфейс view это в обратную сторону callback который мы можем с презентера послать во view то есть view и презентер они не знают что это будет за активити что это будет за тип презентера они просто реализуют базовый интерфейс презентер он должен хранить нашу вик референс слабую ссылку на view то есть презентер знает только может вызывать только методы с нашего интерфейса view стоит тут заметить это мы будем дальше использовать в тагере что мы инжектим нашу вьюшку в конструкторе то есть мы инжектим не поле а инжектим в конструкторе презентера нашу вьюшку как устроено view то есть презентер у нас в вьюшке есть тоже ссылка на презентер но тут она хранится в виде поля класса и инжектим этого поля класса проходит чуть-чуть по-другому чем для презентера это такой тонкий момент то есть нам по сути надо как-то организовать нашу архитектуру инициализацию так чтобы у вью была ссылка на презентер у презентера ссылка на вью и это все еще хранилось в нашем компоненте как мы это можем сделать для вот этих вот пар вью презента мы будем создавать отдельный модуль в модуле у нас создается в конструкторе модуля мы получаем ссылку на вью которая у нас хранится в модуле ну и соответственно можем ее проводить компонент то есть и тут еще стоит отметить что у нас есть обычные компоненты которые мы объявляем если у нас компоненты то есть не самостоятельные то есть они требуют ссылок на еще другие дополнительные с других компонентов то мы их можем объявить двумя способами первое это dependent компонент второе это sub компонент из таких отличий то есть отличие очень тонкое и в целом оно состоит в том что если мы объявляем наш компонент как под компонент sub компонент то все наши ссылки с других компонентов они нам будут доступны то есть если create user компонент является sub компонентом для ап компонента то все ссылки с ап компонента все они будут доступны без дополнительных объявлений если мы объявляем наш компонент как зависимый компонент то это все нам надо прописывать явно почему собственно мы это не можем запихнуть в один компонент потому что если вы заметили у нас другая область видимости тут activity scope то есть логично что наши view и presenter они живут только пока определенная activity или фрагмент нам видны и они не задестроились то есть хранить create user моду во время всего жизненного цикла приложения смысла нет с scope тут тонкий момент то есть scope которые не single tone нам придется менеджить руками ну и если вкратце как только наш модуль уже не используется мы должны сделать его ну то есть скажем так убить этот модуль потому что он уже вышел из нашего scope то есть activity scope разруливает не dagger разруливаем мы в нашем create user компоненте мы указываем в том то что create user activity будет запрашивать с него dependency как мы объявляем наш create user компонент теперь в нашем application компоненте для этого то есть если мы объявили sub компонент то у нас есть такой метод плюс это стандартный дахеровский который по сути вы видите как он объявляется то есть мы объявляем team компонента который возвращает наш метод плюс и в конструктор приходит наш модуль или модули которые нужны как происходит injection то есть тут тонкий момент в нашей activity наше activity implemented view наш презентер хранится в виде поля класса смотрите в методе он create понятно что мы вызываем наш build inject компонент что тут происходит в нашем get app компонент мы вызываем метод плюс и передаем туда new create user модуль и передаем наш нашу ссылку на activity то есть сначала вызывается new create user модуль this по сути мы создаем модуль и в качестве this передается наша view если вернуться раньше то есть по сути мы передали view и у нас view уже будет лежать в контейнере потому что у нас есть метод provide view который ее как раз ложит соответственно в нашем create user модуле уже лежит instance view и когда у нас вызывается метод .inject this то получается что .inject this будет инжектить presenter а presenter когда будет инжект инжектиться он запрашивает в конструкторе view но и view уже лежит в контейнере лежит в нашем компоненте то есть мы ее можем resolve и получается что у нас у презентера есть фьюшка которая проинициализировалась в конструкторе а у view есть презентер который который заинжектился в нашей последней части вызова то есть когда мы делаем .inject this мы инжектим поле презентера то есть получается что эти эти две части хранят ссылки друг на друга и могут уже взаимодействовать вот то есть такая немножко нетривиальная конструкция и в целом в даге что стоит отметить сложно большой порог вхождения то есть вот эти вот абстракции и именно этот подход он не совсем привычный но когда вы начнете ним пользоваться то сможете ощутить преимущество и у нас будет ряд плюсов которые мы рассмотрим что дает даггер вот что стоит еще отметить насчет даггера то есть понятно что у нас есть плюсы по перформансу которая сказала которая обеспечивает сама библиотека то что у нас все делается в compile тайм ну сейчас делать что-то в compile тайм стала мейнстримом и в целом механизм процессинга аннотации он используется не только в даггере а в других библиотеках и предоставляет вот те же плюсы что мы уже говорили второй плюс то что мы можем буквально все наконфигурить отдельными модулями и модуль будет отвечать за какую-то часть логики следующее то что наша логика во всем приложении она разделена и у нас компоненты не связаны ну и опять же солью принципы которые такие известные которые там скажем так принципы идеального приложения они немножко ну вернее они соблюдаются понятно что зависит все от вашей реализации но таггер предоставляет инструменты как это можно сделать портабилити то что мы уже говорили что ваши модули могут легко переноситься между приложениями и опять же это предоставляет скорость разработки если вы уже когда-то этот код написали вы не пользуетесь и он хорошо работает в нем умеренно можно это переносить ваше следующее приложение какие еще плюсы то есть если стоит задача все покрыть юнит-тестами чтобы уменьшить ошибки чтобы было проще рефакторить ну опять же юнит-тесты не всегда делаются в андроид-приложениях но юнит-интегрейшн тесты имеют ряд преимуществ и если допустим там в обычном приложении MVC которая в обычной архитектуре MVC которая реализует там самое простое приложение в андроид и в котором мы делаем вызовы напрямую к чему хотим то сделать юнит-тесты очень сложно потому что у нас все части приложения зависимы и что что-то замокать иногда бывает весьма сложно и нетривиально и даже бывает так что написать юнит авто а еще даже сложнее интегрейшн тесты просто нельзя следующий плюс то что мы можем использовать скопы то есть зону видимости в нашем приложении и использовать допустим там синглтон юзер скоп активити скоп который чаще всего обычно используется и задавать жизненный цикл нашим модулям то есть когда модуль становится ненужным мы его убиваем слабая связанность между модулями то есть тот же рефакторинг если у нас все покрыто тестами не все допустим большая часть логики покрыто тестами объекты у нас декомпозирован то если мы что-то меняем переписываем это делается намного быстрее плюс вероятность ошибок существенно снижается для этого достаточно прогнать юнит интегрейшн тесты и убедиться что они зеленые какие минусы то есть когда мы в компоненте указываем метод инжект с каких допустим с каких мест мы будем получать наши зависимости то мы указываем именно не базовый класс мы указываем уже конкретный класс тоже activity и в лагере из-за того что у нас генерится код мы должны привязывать генерится хендритон код мы привязываемся к строго привязываемся к типам поэтому нельзя передать туда класс base activity в метод инжек потому что это работать не будет второе то что для того чтобы проверить то что мы написали нам надо перебилживать проект то есть чтобы сгенерился код который обеспечивает dependency мы должны каждый раз перебилдировать проект и если что-то у нас пошло не так то все наши build generated классы они пропадут то есть на первых порах это иногда бывает весьма сложно и понять вообще в чем ошибка в дагере что мы делаем не так небольшой лайфхак как на самом деле мы можем обойти strong type validation то есть как все-таки можно инжекить базовую activity такой примерчик то есть у нас есть аплогин activity в котором мы инжек какие-то поля допустим мы объявили base activity что мы можем сделать мы можем создать абстрактный метод inject в который передается наш компонент и уже в каждой нашей activity мы будем этот метод переопределять и уже инжектить переопределять этот метод напрямую и вызывать метод inject компонента вот ну что в какой-то степени даст нам обойти strong type validation вот у меня все пожелаю вам все-таки попробовать модульную архитектуру потому что несмотря на то что порог вхождения большой она принесет намного больше плюсов и в перспективе ускорит и разработку и в целом облегчить написание юнит тестов integration тестов легко ну то есть приложение будет очень гибким и если вдруг какие-то requirements что-то меняется мы это можем очень просто заменить то есть у нас не будет такого кейса когда для того чтобы поменять какую-то одну UI штучку или там поменять текст на тулбаре нам надо переписывать пол приложения и там менять все в базовых классах менять ну в общем менять пол приложения вот спасибо за внимание если есть вопросы отвечу на них